Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы рассмотрим устройство, появление которого ждали многие энтузиасты умного дома. Речь идет о мощном реле с функцией энергомониторинга, устанавливаемая в электрический шкаф на DIN рейку. Казалось бы, что такого эксклюзивного в этом гаджете, ведь на рынке много подобных устройств. Но дело в том, что герой обзора имеет интерфейс ZigBee, а это пока еще редкость, подавляющее большинство аналогов работают во Wi-Fi. Более того, многим известно, именно Wi-Fi версия героя обзора. В сети легко можно найти инструкции по его разборке и перепрошивке. Модель HiKing DDS238-2, интерфейс ZigBee. Диапазон рабочих напряжений от 90 до 250 Вольт. Максимальный ток 65 А. Передаваемые значения, напряжение, ток, мощность, расход электроэнергии. ЖК-экран, 7 разрядов, измерение параметров сети питания в режиме реального времени. Класс точности 1. Импульсный выход 1600 импульсов на кВт в час. Установка на 35 мм DIN рейку. Габаритный размер 36 на 100 на 65 мм. Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 70 градусов Цельсия. Приехало устройство в небольшой картонной коробке, украшенной логотипами производителя. Данных о том, что именно в ней находится, каких-либо параметров на ней не нашлось. Понимание приходит только после открытия крышки, когда становится видно содержимое. Какой-то дополнительной защиты тут нет, но за счет нормальной внешней упаковки, все пришло в целости и сохранности. Кроме гаджета в коробке нашлась еще инструкция, правда она оказалась от Wi-Fi версии, но то что касается электрической части, у этих моделей должно быть идентично. Инструкция на английском, тут есть много полезной информации, параметры, схема подключения, описание и расшифровка данных на экране устройства. Так как устройство предназначено для установки в электрошкаф, это сказывается на его конструкции. На фронтальной части находится небольшой семиразрядный ЖК-экран, на который в режиме реального времени выводятся текущие параметры сети. Под ним находится кнопка управления и три светодиода. Сбоку находится заводская пломба. Устройство совсем свежее, сделано 9 апреля 2021 года, то есть в том же месяце, когда я и делаю этот обзор. Сзади находится крепление под стандартную 35мм Динрейку. Реле будет удерживаться при помощи пластикового зажима, тут сделано что-то вроде пружины. На другой боковой стороне находится схема подключения. Помним о соблюдении подключения фаза 0. Входная фаза в разъем номер 1, выходящая из разъема 2. Аналогично входящий 0 в 3, а исходящий из 4. В разъемы 5 и 6 импульсный выход. Разъемы винтовые сделаны основательно, как и полагается устройству, рассчитанному на такой ток до 65 Ампер. Мощность при этом может достигать свыше 15 кВт. Импульсный выход. Если честно у меня нет идеи куда его использовать, может для подключения какого-то внешнего счетчика. Разъемы подключены так, что нулевые и фазовые контакты находятся с разных сторон реле. Вход возле выхода. Хотя я не практикую обязательную разборку всех гаджетов, которые попадают ко мне на тест. Реле рассчитанное на такой ток, я должен был проверить. Да и разбирается все очень просто, достаточно открутить два самореза. После этого аккуратно снимаем верхнюю крышку. Вот так выглядит внутренний мир героя обзора. Тут видно, что нижняя плата удерживается при помощи пары защелок. И чтобы ее снять, достаточно их слегка отогнуть. К логической измерительной части идут тоненькие провода, так как больших нагрузок тут нет. Верхняя плата с экранами логической частью крепится при помощи вот такой гребенки. Тут видно часть Zigbee модуля, из-под которой выглядывает чип памяти. А вот главный силовой элемент. Мощное реле на 80А FC808. Взято с хорошим запасом, ведь максимально заявленный ток тут 65А. Тут использован Zigbee модуль ZS3L, для устройств Tuya выпускается большая линейка собственных модулей связи, это устройство не исключение. А здесь заметны следы плохо смытого флюса, причем только на этой стороне именно этой платы. В остальном никаких претензий к качеству сборки нет. Для перехода в режим сопряжения, нужно удерживать кнопку до появления надписи ENIT на экране. Логическую часть традиционно начинаю с родного приложения управления, для героя обзора это Tuya Smart. Для подключения необходим Zigbee шлюз, я использую Ethernet версию от Moes. Запускаем его плагин, выбираем добавление нового устройства и нажимаем кнопку светодиод уже мерцает. После этого нужно немного подождать пока устройство, которое тут отобразится в виде розетки, появится на экране обнаружения. После этого останется задать имя и расположение реле добавится в систему. Плагин реле тоже точно такой же как и у любой розетки с энергомониторингом. Большую часть окна занимает кнопка включения и выключения, внизу есть ряд дополнительных опций. Таймер, позволит включать или выключать устройство, в заданное время и день недели, как разово, так и периодично. Есть функция обратного отсчета, чтобы отключить реле через заданный интервал времени и окно энергомониторинга, в которое выводятся как текущее показание, ток напряжения и мощность, так и информация о потребленной энергии за период. Как и у розеток, тут есть опция управления индикаторами состоянием после восстановления питания. Но для данного реле они не работают, тут всегда одно и то же состояние. Восстановление предыдущего состояния. Child Lock не дает включить или выключить это реле с кнопки. Правда эта опция срабатывает не всегда, видимо это тоже не предусмотрено в штатной прошивке. По аналогии с розетками и обычными реле, герой обзора тоже может перебрасываться в сторонние системы, такие как Google Home или Amazon Alexa. Но лично для меня, необходимость отключать такое реле голосовой командой, довольно сомнительно. Устройство может участвовать в автоматизациях, в том числе как триггеры условия. В этой части можно отслеживать как статус самого реле, включено или выключено, так и по параметрам энергомонитора, больше, меньше или равно потоку, напряжению или мощности. Но стоит учитывать, что хотя энергомониторинг ведется в режиме реального времени, данные о нем передаются устройством раз в 30 секунд. Что касается действий, то тут все проще, есть всего три варианта, включено, выключено или переключить состояние на противоположное. Вот варианты автоматизации с участием этого реле. Отключение при падении мощности ниже заданной, например для использования совместно с зарядками для электромобилей. Предупреждение о низком напряжении в сети, тут в действиях стоит уведомление. Либо отключение при превышении заданного порога тока, в примере 20 ампер. Но помним о передаче данных раз в 30 секунд. Реле мощное и звук срабатывания у него соответствующий, громкий. Для ручного переключения нужно трижды нажимать на кнопку реле. Скорость отклика приложения TUI eSmart. Тут все практически в режиме реального времени. Активированный режим Child Lock, реле не реагирует на кнопку. На экран устройства данные выводятся без задержки в режиме реального времени. И тут параметров вдвое больше чем передается по ZigBee. Переключение нажатием на кнопку на пару секунд. Это потребленная мощность в киловатт-часах, точность один знак после запятой. Следующий экран. Это значение называется позитивное энергопотребление в киловатт-часах. И тут только целое значение. Со знаком минус, реверсное энергопотребление тоже в киловатт-часах и целое значение. Видимо для использования в тех случаях, когда в сети есть и источник электроэнергии, например солнечная батарея. С буквой I ток нагрузки в амперах, точность два знака после запятой. Следующий экран напряжение в сети, в вольтах, здесь точность до десятых долей. Далее идет четвертый параметр, который передается по ZigBee. Текущая мощность нагрузки в ваттах, с точностью до десятых. После него power factor, коэффициент мощности, отношение поглощаемой нагрузкой активной мощности к полной. В идеальном случае должен равняться одному. И последний, восьмой показатель, выводимый на экран. Это частота сети в герцах. Стандарт для наших сетей 50 герц. Для тестирования показаний я собрал вот такой стенд. Сравнивать показания буду с бытовым, уже неоднократно проверенным мной энергомонитором на различных нагрузках. Данные буду брать именно те, что передает энергомонитор по ZigBee. Напомню, что обновление происходит раз в 30 секунд. Слева направо, без нагрузки. На энергомониторе 0,2 Ватта, видимо потребление самого реле, которое включено после него. Небольшая нагрузка в 11 Ватт. Принимая во внимание округление в показаниях обоих устройств, тут все точно. Еще больше, 70 Ватт. Тут небольшие расхождения в десятые доли Ватта, но по факту их можно считать примерно равными. Едем дальше, нагрузку поднимаю более чем в 10 раз до 850 Ватт. Тут та же тенденция, расхождения минимальные, можно сказать на уровне округлений. Собственно говоря и на двух оставшихся тестовых нагрузках в 1740 и 1840 Ватт, разницы в показаниях по сути нет. Конечно при длительном использовании сравнительно с электросчетчиком, скорее всего будет накапливаться какая-то разница, но она будет мизерной. Несмотря на то, что герой обзора вышел в свет совсем недавно, он уже поддерживается в SLS шлюзе. За оперативное добавление, хочу передать свою благодарность разработчику его прошивки Григорию. Для работы с реле требуется прошивка не ранее чем от 28 апреля 2021 года. Переводим реле в режим сопряжения, а на шлюзе включаем режим Join, и в течении примерно минуты устройство проходит интервью и подключается к системе. Здесь все корректно включая картинку реле, которая появляется в общем перечне дочерних устройств шлюза. Вот полная информация полученная шлюзом. На всякий случай проговорю, реле является роутером для других участников сети. Через некоторое время в карте сети нарисовался вот такой бермудский треугольник с участием героя обзора. Напомню, что данные в SLS отобразятся сразу после первого их получения от устройства. Кроме управления реле и стандартных показателей последнего отклика и качества сигнала, тут есть данные по напряжению току и мощности нагрузки и потребленной энергии. Эти же данные пробрасываются в Home Assistant в виде 7 сущностей, 6 сенсоров и 1 переключатель. Еще раз напомню, данные шлются устройством раз в 30 секунд. А вот в ZigBit OMQTT пока не все так хорошо. На дату написания этого обзора, конец апреля 2021 года, реле не поддерживается интеграцией. Но ее появление лишь вопрос времени, так как тут используются стандартные протоколы Tuya Smart. Временно, но оперативно вопрос можно решить написанием внешнего конвертера. Но скажу откровенно, у меня не хватило на это времени, чисто физически. Но то что это возможно, доказывает поддержка работы реле в SLS шлюзе. Вот так выглядит структура эндпоинта устройства. Напомню, что кроме управления реле, оно передает 4 показателя. Напряжение, тока, мощности и энергопотребление. Еще совсем недавно о таком энергомониторе приходилось только мечтать. Доступны были только весьма недешевые DIY решения или от именитых брендов вроде Le Grand. Сравнительно с ними, стоимость героя обзора очень умерена, особенно с учетом возможности подключения нагрузок с мощностью порядка 15 кВт. Расхождений в показаниях с бытовым энергомонитором я тоже не увидел. Хочу подчеркнуть, это реле и энергомонитор, устройство не выполняет функции автоматического выключателя. На этом все, надеюсь обзор был вам интересен, если это так, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь и включайте уведомления. Интересные новости, а также купоны и акции на товары из мира умного дома я публикую в своем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.